Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, Дмитрий Микрофона, у нас очередное событие в игре в тылу врага Штурм 2. 2006 год, сталкер, бой, свободы и долга. Многие его просили, некоторые просили обычный бой, некоторые просили, вот в последних видео просили, чтобы долг нападал на базу свободы. И, возможно, вот я это воплотил, сколько вы ждали, ребята, очень много просили, я попытался это воплотить. Базы сделаны, как всегда, детально, полностью детально реализованы базы. Как можете увидеть, это база свободы, у них есть тут и помещение с жильем, вот, например, вот эти, тут есть тушенка, у них всегда много ресурсов. Возможно, даже есть некоторые машины, которые работают, ну, колючего только мало, но им достаточно, как для жизни в зоне, у них достаточно ресурсов, база очень полезна. И долг хочет, конечно, ее себе забрать, потому что у них тоже ресурсы кончаются, война в зоне идет. Вот, украинские военные, они начали больше контролировать, как бы, зону, и с нее трудно выбраться, трудно в нее войти. Так что бои между, за жизненное пространство, за еду и прочее, они очень нужны. С каждой стороны примерно по 8 человек, возможно, 7-8 человек. Как я уже говорил, бои, возможно, не будут такими аж супер, супер невероятными, они будут много ждать, много тупить, много кого-то будут расстреливать впритык. Но я бы хотел бы хотя бы показать, как это с разных сторон атакует базу, мы же еще такого не имели опыта. Возможно, будет скучно, возможно, нет. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Тут разные дома, видите, некоторые уже заросли дома, трава есть на некоторых домах, потому что все-таки заброшенные места. Так, ну что ж, надеюсь, вам понравится, ребята. Только давайте отсюда посмотрим. Ну что ж, поехали. Идут в атаку. Так, начинается перестрелка. Так, один свободовец уже погиб, так как, в принципе, и один парень из долга уже есть убитый. Используют активно гранаты. Активно применяют гранаты долговцы в штурме. Кто-то там врача, говорит. Тут парня два раза ранили, он решил все-таки отступить, потому что его дробовик на дальней дистанции, он недостаточно такой хороший. Ну, сейчас они будут потихоньку попытаться подходить к врагу. Давайте посмотрим, что с этой стороны. Давайте посмотрим, что с этой стороны. С этой стороны их поджидает один свободовец с СКС. Его с двух сторон обстреливают. Вот некоторые ребята с Жигули спрятались. Свободовцы пока несут огромные потери, несмотря на то, что у них более выгодная позиция. У них везде стояли патрули возле каждого пролома в стене. Они друг друга прикрывают. Так, там вроде главарь какой-то отстреливался. Нет, это не главарь. Вот главарь. Там долговец с пистолетом стоит, а тут три человека с АКМами. Все, они уходят. Давайте посмотрим с этой стороны. Возможно, они прорываются. Да, кстати, они прорываются потихоньку, занимают удобные позиции. Даже один парень, даже три парня вот здесь подготовилась атаковать. Зачем он так подходит? Ему нужно идти по этой стороне. У него уже дробовик. Парень с Мосинки расстреливает сейчас свободовцев. И как можно увидеть, видите, даже несмотря на то, что у него обычная винтовка, он с одного выстрела убивает бойца свободы. Снайпер поменял позицию и убил одного парня с МП-41. Но тут ребята, конечно, и заняли позиции. Но их даже автоматы не спасают. Но это само собой. Я даже пытался сделать такую приятную вам гамму. Чтобы были ли удобные краски вам. Надеюсь, вам понравилось, ребята. Блин, а сколько деталей ставлю? Я даже не знаю, видите ли вы их, замечаете ли вы эти детали. Потому что очень много работы. Даже вот если заметить в помещение зайти, даже есть какие-то станки. Каждое помещение я обрабатываю. Ну, не считая тех помещений, где невозможно зайти. У Долга даже есть пулеметчик, но в большинстве это все или с дедовским каким-то оружием, или с дедовским захваченным от немцев оружием. Вот с чешской винтовкой парень стоит. Вот тут ребята заштурмовали, и они попытались поменять позицию. Точность я сделал им одинаковую, как в принципе у Свободы, так и у Долга. Потому что Свободой долго не обучают своих людей ведению боя. Несмотря что у них намного лучшее оружие у Свободы. Но и те, и те ходят на вылазки, и те, и те стреляют, и те, и те учатся. Так, меняют расположение войска Свободы. Они в замещательстве, они не знают, что делать, потому что их уже зажали со всех сторон. Они пытаются куда-то отойти. Возможно, они уже спасаются. Их тут одного за другим убивают. Так, ну вот здесь очень плохо действует бойцы Долга. Но они уже проатаковали вот этот дом. Ну... И Долг, конечно, победил. Несмотря на то, что у них обычные винтовки, у них автоматов почти нет. Прикрывают отступление вот эти ребята. Но они далеко не отступят. Конечно же. Конечно же, им мешает. Им мешает грани карты. По идее, можно посчитать, что бойцы Свободы, они отступили. Ну, по идее, конечно же. Конечно, они бы отступили. Вот, например, вот эти ребята, которые отступили. А, нет, это Долг. Это Долг отступил. Они поджигают, поджидают врага. Вот этот последний остался. Он там ведет огонь. Все. Дострелили его. Ну... Победа Долга. Победа Долга. Вы сейчас скажете, что у Свободовцев там было намного меньше. У Свободовцев было практически одинаково. Там на несколько, возможно, людей меньше. Но это потому, что у них вооружение хуже. Все. Так, давайте посмотрим, кто тут остался. Все. Никого не осталось. Конечно же, еще второй раз. Второй раз мы начнем. Я вам покажу. Все-таки такой эксперимент. Вот, ребята, скажите, нравится вам такие эксперименты? Нравится, вот, что я использую очень много деталей в своих видео. Мне ваши... Ваши сообщения. Я все, практически все читаю сообщения. Ну, только не считаю оскорбительного характера. Там, да ты дебил, ты не знаешь, как это называется. Вот, например, такое. А, я забыл сказать, что, ребята, тут над каждым человеком я работал отдельно. Тут только два или три человека с каждой группировки могут повторяться. Но это очень редко, очень редко. Говорю, два или три человека только повторяются. Там вроде два с противогазом повторяются. И еще кто-то один там. Вот, видите, у них разные, разные кепки. Вот, вот, этого кепка. Разные шапочки не имеют. Вот это две шапки, совсем. Вот это, например, с маской и с такой шапкой гопника. Долговцы. Тоже по разным типам сделаны. Они имеют и обычные такие шлемы, и шлемы дедовские. Даже ТОЗом. Вроде ли это не ТОЗ. Нет, это не ТОЗ. ТОЗ где-то вот этот парень имеет. Здесь. Вот, ТОЗ имеет. Вот, о чем я говорил. Видите? АКМ даже есть. Ну, это двух-трех человек. И оборона. Оборона с каждой стороны. Вот, например, вот здесь. Некоторые даже имеют разгрузки. Там бронежилеты. Хорошо. Поехали. Старт. Начало боя. Сразу одного расстреляли. Один парень ведет огонь. Сразу поливает. Сразу поливает, убивая четырех свободовцев. Сейчас, наверное, пятого убьет. Он же с карабином Гарандом. С этой стороны. Свободовцев расстреляли. Ну, даже АК-74 имеет. С прицелом. Один парень. Но это не главарь. Вот этот главарь. Он с АКМом, который имеет прикрепленный ГП. Подствольный гранатомет. Нам есть помощь. Не отступать! Не отступать, товарищи! Приятель, ты жив? Так. С этой стороны они достаточно хорошую оборону заняли. Вот видите, много, много людей держат оборону. Вот. Два человека, два человека, еще один человек. Пока с этой стороны происходит какой-то экшен. Мы с природой! Чего он так стреляет? А, с КСа, потому что он что-то так долго, знаете, ждет. Ой-ой-ой. Смотрите. Он позатыкал половину человек. Вот три человека. Ну тут двух человек и еще одного человека. Там, наверное, вот этот, что там стоял парень. Вот эти уже боятся Вот эти уже боятся подойти, потому что уже понимают, что там хорошо создана оборона Мне нравится, что тут по-разному люди действуют хотя бы Только если бы движок все-таки позволял больше людей держать на карте И не лагал бы, совсем была бы идеальная игра Ух, тут зробовика получил Прямо за живот схватился Но ждут, ждут Так, это кто там? По кому они стреляют? Отбиваются, все очень хорошо идет у свободы Давайте посмотрим с других сторон, потому что мы на другие стороны особо не смотрели Вот, например, здесь с Тозом парень подошел Тут один даже медик есть Вот у него такая разгрузка со всеми необходимыми материалами Видите, не важно, какое у вас оружие, важно, как вы им пользуетесь Все думают, вот, например, о А Тоз, где-то там слабое вооружение, знаете, дается в начале какому-то персонажу Он издалека поразил Поразил в военной форме человека Ну, конечно, у него нет парней жилета Но все же Первые два выстрела он не попал, потом пересередился И еще два выстрела, и все Так, это кто там стреляет? Ага, это снайпер Это снайпер, да С ВД Так, один атакует и сразу начинает отступать Ну, главарь Главарь ранен, но отстреливается Его прикрывает парень с АКМ Главарь имеет такую хорошую команду Вот два человека с АК-74У И один парень с АКМ Ну, еще один парень с АКМ, даже с противогазом Тут весь долг раскидали Один человек с пистолетом остался Слава Красной Армии! Слава Красной Армии! Ну, главарь начинает атаку Пока у него все удачно Друг друга не прикрывает Но пока ждут Теряет некоторых людей, но Можете посмотреть, сколько у них тут человек Говорят, подавить ее, окружить Некоторые свободовцы даже пошли в атаку Они попытались вырваться из этого окружения Они отступают вот в эту сторону Где все солдаты положены Вот, например, с этой стороны Практически все солдаты Свобода, они убиты Вот видите, ребята выходят Они пытаются отступить Опять Опять отступают Здесь свободная такая брешь Половина свободовцев Вот этих элитных Они положили Вот этот парень отступает Видит, что его уже тоже окружают О, один Со снайперским СКСом Отходит Притаились в кустах И наконец-то вот эти забыли Вот, блин, мы должны атаковать Тоже заняли позиции, чтобы не выпустить Свободовцев Видите, они друг друга прикрывают Они заняли вот это все место И пытаются отойти Заняли склад С боеприпасами Блин, знаете, очень странно Как тут действует все-таки интересно Так, компьютеры Видите, они вместе идут Чтобы выбраться Чтобы выбраться с этого окружения Вот они вместе выбираются С этого окружения Даже с двустволками Ребята бегут Кто-то пытается там прорваться Я думаю, было бы шанс У свободовцев убежать за карту Они бы убежали за карту Но у них такого шанса нет И мы смотрим до конца Некоторые еще прикрывают Вот, например, как вот этот парень Прикрывает отход Главаря, интересно, они убили или нет Так, сейчас мы посмотрим Главаря уже убит Он даже не воспользовался Своим подствольником Так, ну тут пулеметчик долго работает Он, видите, прикрывает Отрезал Отрезал главные силы От тех, кто уже отступили С винтовки Очень хорошая такая Знаете, точность Просто невероятная точность Ох Ну там с винтовки Мосина Или Там даже если у кого-то Кар 98 Ой-ой-ой Откидывает гранату Мне даже подлагало От того, что Взрыва Тактически Тактически отступает Понимает, что они в передряге Возможно даже Им нужно Возобновить боевой дух И в принципе Они могут атаковать Потому что здесь есть Как бы Система боевого духа Видите, они пока Друг друга Прикрывают Но потом они пойдут в атаку Только боевой дух Вернется в свое положение Потому что Большие все-таки потери Сейчас все скажут О, блин Свобода все подкрутил Нет, все одинаково Все одинаково Только Видите, даже АК есть У всех Свободовцев Вот они положили в начале Тут Всех людей Кроме одного Или двоих было Положили Вот все Идут в атаку Сразу парень получил По лицу Еще одного Убили Не успел Он даже прилечь Один даже Отстреливается Но его тоже прижали Его тоже прижали Больше в живых Никого нет И видите Они потеряли здесь Раз, два Это вроде Свободовец Да, это Свободовец Они потеряли здесь Раз, два Три человека Свободовцы Когда шли на помощь Вот, например Вот этому белому Видите, они тоже Потеряли людей Тут же Вот здесь парень сидел Был Просто когда Долговцы нападают Видите Они Вот Идут пятеро человек А тут один только Вот замечает врага И уже по нему лупят Ну, надеюсь, ребята Вам понравилось Если есть какие-то Возражения Вопросы Задавайте Я, конечно, буду улучшаться Улучшаться По мере возможности И по мере читания Ваших комментариев Они мне очень помогают Ну, конечно Только не оскорбительные Потому что Я их сразу утоляю И что ж, ребята Всем спасибо за просмотр С вами был Дмитрий Всем пока